С учетом роста цен практически на все этого повышения можно и не заметить. И все же, с 1 апреля на 7,5%, а это порядка 900 рублей, вырастут социальные пенсии. Их получают те, кто не заработал на обычную страховую, а также люди на инвалидности и те, кто остался без кормильца. С апреля в России вступает в силу закон о наливайках в жилых домах. Теперь региональные власти могут по своему усмотрению ограничивать розничную продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, в наливайках, расположенных у многоквартирных домах и на прилегающей к ним территории. Алтайские депутаты нововведения планируют принять в апреле-май. Пока вопрос на стадии обсуждения. Перепланировка жилья с апреля будет считаться завершенной только после внесения в единый госреестр недвижимости сведений о новых границах помещения, о новом его назначении, а также площади помещений, в которых проводят перепланировку. Вносить такие сведения будут теперь не по инициативе собственника, а по заявлению органа, согласовавшего изменения. Изменения коснутся и желающих получить права. Ошибок на практическом экзамене теперь допускается больше, но если его завалить три раза, допуск можно получить только через полгода. Раньше было месяц. Теперь есть и перечень граждан, которых к экзамену просто не допустят. Например, те, кто не явился по повестке в военкомат или был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Последних допустят к сдаче только через год после истечения срока, на который и забирали права. И еще иностранные водительские удостоверения в России больше не действуют. Нужно получить свои. Ну и не самые приятные новости для путешественников. С 1 апреля те, кто планирует посетить Санкт-Петербург в качестве туристов, должны будут платить курортный сбор за каждые сутки фактического проживания в городе. Сумма сбора 100 рублей. За детей до 18 лет курортный сбор платить не придется. Татьяна Голубева, день с толком.